проверенный и результативный метод бомбы изучения python для работы здравствуйте ребята как это и так сначала вопрос каждый из вас определенное время изучал python кто-то читал книги по порядку ну что научились писать ответ ясен кто-то проходил курсы прослушали прекрасно ну что пишите давайте сначала выясним что значит пишите откроем исходный код есть два варианта вариант а мы его читаем вариант b мы его не читаем рассказываю что надо сделать ссылка в описании тут посмотрите видео дополнительно итак свободное чтение кода вопрос зачем вот я у вас спрашиваю вот вы читали книги зачем думали вот прочитаю буду писать не получилось но хорошо пойду на курсы отлично тогда у меня вопрос я открываю и говорю прямо сейчас вы можете сходу прочитать вот эту вот эти параметры а вот это и есть метод не в параметрах дела а в том что надо добиваться и я добиваюсь от своих учеников шаг за шагом четкого понимания что нужно учить в языке первое давайте уберем всю мишуру много 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 сделаем всего четыре функция класс метод экземпляр ерунда получается смотрите четыре конструкции тем не менее кроме них этих конструкций вы там ничего не найдете я у вас еще раз спрашиваю книги читали а на хрена вы их читали вот вы мне объясните почитали в надежде что будете писать ребят книга открываете код я его не читаю какова моя цель а цель вам расскажет бовсуновский приходит ко мне ученик что делаю я я говорю вот тебе задание и задаю вопросы по исходному коду по документации по языку и человек отвечает как правило плавают но это не так важно важно мне понять откуда начать когда я посмотрел задание я говорю мы с тобой будем сейчас учиться чему читать код ведь мы с тобой разумные люди вот ты читал книгу а думал себе ну если я буду много читать образованным ты точно станешь но для того чтобы писать надо иное нужно владеть конструкциями для того чтобы владеть конструкциями мало прочитать взять и прочитать чего-то надо добиться вот я шаг за шагом говорю вот сегодня я тебе дам задание по параметрам и рассказываю что надо сделать вообще говорю у тебя должно быть три составляющих первое что должно быть на выходе первое первое ты должен сходу читать второе сходу видеть вызов и исключение три вещи но на автомате сколько времени надо заниматься не работает время здесь ты можешь заниматься 15 минут день 20 минут день а я тебе говорю так вот мы с тобой прошли параметры они нам понадобятся везде и после этого мы пошли дальше а ты в течение месяца или сколько нужно каждый день по 15 минут продолжаешь с ними работать работаешь таким образом с файлами пока все не читаешь на лету и не получается вызов я тебя даю задание действительно ты читаешь прекрасно не не после этого еще писать не будешь научившись читать ты просто будешь понимать что будет происходить принятие решения это немножко другие конструкции ага на курсах не рассказывали на курсах рассказывали мы сегодня начнем типы вы прошли типы да ты там идешь домой себе и думаешь так а что ж там списке а что там где не писать не получится вот мы будем задавать целых 400 вопросов я тебя буду задавать мы с тобой примерно напишем 7000 строк кода будем работать над каждым заданием пока не будем достигать две вещи чтение в коде чтение в документации это еще не все языки то все схожи или ты думаешь что в python одна функция в c++ другая функция gs третья да нет потом я тебя попрошу все это прочитать трех четырех языках вот тогда станет получается чтобы начать писать на языке нужно сначала первый шаг уверенно читать код для этого я и работаю если интересно в описании ссылка посмотришь видео что непонятно спрашиваешь выбираешь индивидуальное обучение лучше выбирать план ускоренное движение вверх он самый такой лучший почему потому что как раз та необходимая будет наполненность которая нужна и последний вопрос вот у тебя на данный момент не получается писать код свободно с головы ты задавался вопросом почему потому что ты просто не знаешь что делать ну пробовал уже читать зад вперед не работает пробовал всякое а я тебе скажу очень простую вещь вот эти четыре вещи работают по одним и тем же законам то есть не надо отдельно учить функции классы да надо просто сначала понять что у них общее а разница станет очевидна скажи пожалуйста ты хочешь писать код с головы вот для этого и надо ко мне приходить ты будешь писать код с головы только мы будем выполнять задачи которые касаются работы программиста а работа программиста состоит всего из двух пунктов любого языка любой библиотеки это исходный код и документация в которых тебе необходимо разобраться как только ты перестанешь бежать от этого и мы с тобой начнем двигаться начнется процесс твоего роста сегодня ты пришел с кашей в голове моя любимая аудитория с ней легко работать мы с тобой разобрались что у тебя за знание определили точку входа она может быть с разных сторон например люди которые более уверены я начинаю с объекта люди которые менее уверены но с кашей в голове я начинаю как правило с параметров то есть видно откуда надо начать потом я тебе задам один вопрос второй вопрос третий вопрос до тех пор пока мы не добьемся результата чтобы ты читал это на автомате потому что потом это нам понадобится для принятия решения написания собственного кода не оставляй это на не это а изучение документации исходного кода на авось вот если я буду много заниматься то я начну писать нужен определенный порядок и определенный подход приходи покажу спасибо